Так начинается уикенд в Атерао у ворот следственного изолятора. Здесь заключенные устроили бунт против насилия со стороны полиции. Родоценники протестующих заявляют, два дня подряд арестантов избивали. Администрация СИЗО все опровергает. Ночью проводились обыскные мероприятия. Изъяли сотовые телефоны, ножи кустарного производства и другие запрещенные предметы. Сейчас здесь находится председатель общественной наблюдательной комиссии. Идет проверка. А разговоры, что избиты или убивают, это ложь. Ближе к вечеру изоляторы уже около сотни родных заключенных. Они пытаются пробиться в подвал, откуда доносятся шум и крики. Сегодня мне сообщили, что наших детей там избивают, завели войска. Заключенные успели через окна вывесить простыни в крови. Там находится мой сын. Я боюсь, что его уже убили. А здесь нас не пускают полицейские. Также арестанты сообщили, уже два дня, как в тюрьме отключили свет, камеры видеонаблюдения не работают. Отобрали продукты питания, личные вещи и постельное белье. Потом началась общая физобработка контингента. После многочасового ожидания у стен СИЗО полицейские чины все-таки дали добро навстречу. Я видела своего сына, одет в такую жару, в теплую спортивную форму, застегнут по горло. Я попросила показать его тело, но мне отказали. Сзади стоял их начальник. Я спросила его, тебя били? Он едва смог ответить нет. В глазах я видела страх. Ведь если он скажет правду, его не оставят в покое. Республиканское руководство КУИС и вовсе сообщает, что не было никакого инцидента в СИЗО города Атрау. Имело место лишь плановые профилактические мероприятия. Данная информация не соответствует действительности, является вымыслом и носит провокационный характер. Учреждение функционирует согласно правилам внутреннего распорядка. Более того, в системе КУИС в целом по стране случаев, связанных не только с массовыми беспорядками, но и крупными неповиновениями осужденных не наблюдается с лета 2011 года, что является результатом эффективной деятельности оперативных, режимных и воспитательных служб. Председатель общественной наблюдательной комиссии Ассалтек Испусинов уточнил и добавил, 8 человек вскрылись в знак протеста, резали животы и вены, но писать заявление на администрацию СИЗО все якобы отказались.